всем монтажки привет сегодня монтируем дверки компании durian двери все высокие две распашные 240 модель stradivari моноблок массив ольха хороший красивый дорогие двери высота полотна 240 будет раздвижка из трех полотен вот в этом проемчике стоять вот там вдали будет пенальная конструкция пенал будем ставить тоже 230 или 240 почти что еще что еще происходит 28 могу показать вид из окна о смотрите как красиво 28 этаж москва как на ладони да он канал канал имени москвы как далеко отсюда видно и красиво но это метро щукинская район дальше все понятно москва сити как на ладони нужно уходить 28 этаж высотки стоят чапаевский да он и высота двадцать восьмом этажа ух там внизу стоит моя машина ну ладно а вид с другой стороны но право только с коридора канал это стадион спартак тушина там по сути чести стоянки на который на 9 хотя не значит такая кит площади расстоянок так но понятно здесь ходынское поле шлюзы на такая красота жалко нет выхода на балкон однокомнатная квартира с хозяином встретились переговорили все обозначились на объекте никого нет единственное меня очень как бы поначалу расстроило то что он сказал если вопрос туалета что здесь воды нет внизу консьержа ключи берете от туалета и пожалуйста но мы же люди рабочие понимаем что не может быть так что рабочие на объекте не имели возможности получить удовольствие исправить свою нужду я пошел искать вот смотрите как здесь это было так ну понятно санузел есть санузел есть есть гребенка есть гребеночки все краны даже давление на манометрах он есть но но ребят как обычно мы привыкли на объекты везде шланги какие-то торчащие из подводки этот похож хаман да здесь вот две моечки но все заглушках все заглушках ни одного шланга так что в ванной комнате вопрос воды ну никак не решалась хотя подключение унитаза вот соляной трубой вроде бы есть ладно пошли дальше искать должен где-то шланг где-то должен быть шланг кухня папа мойка есть и не более того так так а где еще ну здесь какая-то кофемашина но я не знаю где у нее тут ладно открываем что-то мы видим опа вот мы что видим ребята мы видим шланг мы видим шланг и теперь задача такая найти где он включается ну скажем так при помощи ведра и закрепленного шланга ведро при помощи струбцины я пошел потихонечку открывать отдельные отдельные вентиля но надо отдать должное на фаровских вот гребенках на этих ручках есть надписи и вот на второй вот этой ручке написано кухня я его покрутил и меня пошла вода так что все нормально бытовые условия решены свет у нас есть двери у нас высокие на 40 начинаем собирать двери очень хорошие я практически в этом уверен так что собираем и будем смотреть что будет получаться так распаковываем дверки дверки 240 высота полотна на 60 смотрится конечно необычно такая геометрия но когда уже не первый раз ты привыкаешь хочу сразу сказать за геометрию этих полотен очень хорошая геометрия я собой всегда ввожу правила в котором я могу всегда посмотреть как себя чувствует полотно 240 обращаю ваше внимание я не буду говорить там пропеллер не пропеллер но по сторонам которые посмотрел просто великолепно великолепно вот карабан лежат сейчас я покажу вам что такое короб моноблок из массива олехи я вам покажу геометрию какие-то прямые классные детали это просто непередаваемые качества очень хорошие сейчас вы сам увидите какие они есть так вот смотрите я сложил вместе две стойки вот одна стойка вторая стойка это вот одна стойка вот вторая вот мы сложили их вместе и смотрим значит по плоскости полотна вот я вижу зазор зазор в середине короба вот здесь это наверное миллиметра три вот здесь миллиметра четыре это все что я сейчас вижу это у нас по плоскости полотна по плоскости наличника есть небольшой скип обращаю внимание что полотна 2.40 знаете здесь короба получается где-то 2.46 нехило да а по наличнику все нара 2.48 теперь я их попробую положить и соединить по стороне наличника что получится так это сюда так немножечко тряски извиняюсь так вот теперь соединяю по плоскости наличника один короб так вот у меня сейчас здесь вот сошлось все в нулях середина в нулях и вот только в самом конце вот самом конце вот вот видите да но это разбежка на два миллиметра сейчас тоже самое сделаю со вторым коробом так один двигаю сюда другой переношу сюда неудобно и снимать и дело сложил вместе так ну что я могу сказать оба на вот это короб ребят ну я если что-то вижу то вы нара вообще ничего не увидите абсолютно идеальный абсолютно идеальный короб вот такие короба делают хорошие профессионалы и компания дырян дырян представляет возможность приобрести их эти замечательные произведения настоящие произведения знатоков и умельцев кто-то делает правильно и хорошо сразу скажу что двери не из дешевых но сами понимаете что я сегодня в алых парусах на двадцать восьмом этаже поэтому конечно двери соответствуют уровню того объекта где они будут ставиться и так начинаем собирать и так короба собраны собираю я их как правило или на пва или на пену в усовое соединение вот поэтому стараюсь дать немножко времени чтобы они подсохли за счет этого когда начинаешь расклинивать они стоят очень крепко надежно и никуда не разбегается в принципе это даже не столько желательно намекаться вот в таких мощных коробах да скажем так склейка вот коробов особенно тонких из мдф каких-нибудь там производителей таких слабенького порядка там обязательно стараюсь клеить и короб даже тонкий стоит очень надежно в усовом соединении так что вот так чуть-чуть до него подсохнуть и будем ставить так петли здесь используются анселми 516 по-моему да 516 анселми итальянские регулировка скрытой петли происходит по трем плоскостям вверх-вниз полотно вправо-влево и в глубину по четверти короба туда-сюда неплохие я знаю что такие петли применяют многие компании которые уважают и борются свое качество перед тем как вставить петлю полотной пор под саморезы под саморезы всегда засверливаемся так ну а так читаем саморезы понятно кстати в каждой петле после регулировки уже непосредственно форме по высоте есть отверстие в котором петля фиксируется вот здесь элемент вот вы видите да отверстие такой продолговатый вот за счет этого смещения петли в полотне можно делать регулировку но рядышком вот смотрите вот видите на просвет это отверстие для фиксации петли чтобы она после регулировки не ушла во время эксплуатации я всегда ставлю сначала петли в полотна а потом уже на укрепленный коробак навешиваю все это дело так работаем так длиннейшей работы значит клиния у нас как бы располагается просто вот в таком вот мешке не знаю во второй обе каком-нибудь школьнике вот тут их гарант но искать рыться в мешке что-то вот для крепежа коробки это неудобно поэтому просто из картона здесь мы забили упаковки на изделие я всегда делаю коробку такую коробку в которой будут лежать клинья где будет лазер где будут лежать киянка и молоток мне очень нравится когда у тебя все перед глазами ты не роешь в этом мешке ты не ищешь ненавижу честно говоря мешки это как напоминает мне деда мороза у которого в мешках дети достают подложки вот смотри банальная коробка так это не нужно и вот линия тут же будет лежать подставка подложки которую я всегда пользуюсь для поверхности берем вот положили не хватило еще подрезали все перед глазами сразу видно что тебе нужно хочешь просто поставить брусок есть клинья разного размера можешь подобрать тот и тот кстати по клиниям сразу скажу еще что так как двери высокие 2,40 ребята 2,30 2,40 все набрать с собой в карманы и таскать с собой клинья я не очень люблю у меня вот стремянка моя здесь есть подсумок у меня вот бригадировский когда-то отработал с ним и я туда в карман просто бросаю некоторые клинья конечно и в карманах наверное есть и сюда тоже бросаешь несколько клин и кубиков чтобы крепить вот и все так значит клинья готова лазер здесь киян здесь молоток сейчас возьму что еще нужно нож нож здесь пробую сегодня этим ножом работать он лежит у меня долго сделал банк хороший вроде ничего но когда садишься он длинный упирается и слетает мне очень мне понравится все таки нож которым я всегда работал мне кажется будет так ну что пошли крепить нет ну да пошли крепить как правило на объектах полы закрыты орголитом чтобы сохранить паркет и прочее поэтому для монтажа дверей нужно аккуратно ножом не повредив пол вырезать отверстие освободить пол для установки короба помню что рядом паркетные полы и дорогое удовольствие поэтому режем так так чтобы полностью исключить возможность где-то лучше подломить этот орголит чтобы дать возможность поставить наличие коров но полы трогать нельзя ой ой блин не с руки так ну вот и получилось все здесь еще чуток ну вот здесь получше ну вот все все чистенько сейчас же почищаем пол от этой шпаклевки шнургатурки в районе перехода на пол потому что могут быть всякие дефекты так ну что вы приготовили молоток у меня с собой в кармане такой компактный большой ну там грамм 400 грамм 200 там 150 причем вот этим крючком я не гвозди утаскиваю я двигаю короба упирая в стену иногда очень даже иногда очень даже хорошо так ну что приготовились начинаем то не что будет это Кстати, для тех, тех, для всех тех, для всех тех, кто произносит красивую фразу «пора встать с колен», ребята, я не поверю, что вы работаете монтажниками и у вас нет работы, которая требует работы на колене. Да, вы торцуете пиво, поставили на столы, вы не встаете на колен. Молодцы, вы даже коробки собираете не на полах, а на верстачках. Ребята, хорошо, дальше что? Что, больше нет? На колене ка не встанете. Короче, каждому свое, но на колене я вам советую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Абсолютно ровных изделий практически не бывает, особенно в негативном исполнении. Поэтому нужно все перепроверять. Так, все, короб у меня готов. Нужно загонить. И начинаем ставить следующий. Пока мы ставим следующий короб, здесь каналы подхватятся, потом тот короб тоже подхватятся, и потом уже можно приступать к намежной полоте и проверять. Так что мы не ставим распорки, мы не закрываем полота на объектах. Почему? Потому что есть объекты, где невозможно закрыть полотно. Я научился этому в юнионе работать 10 лет. Там, приходя в какой-нибудь офис сумасшедший, где происходит полная движуха, и остановить невозможно. Ни одну дверь не закроешь. Как многие любят, мы поставили дверку, короб, навесили полотно, закрыли, расклинили, запенили, никто не входит. Ребята, в условиях офиса, когда идет сдача объекта, приближается сдача объекта, там люди просто летают. Все. Балеры, паркетчики, электрики. Как это тут и нет? Пипец. Поэтому мы там научились работать вот так. Не закрывать двери. То есть люди могут перемещаться. Работает даже. Так, ребята. Добор к металлической двери на этом объекте тоже делается из элементов массива, которые имеют вот, площадку, по-моему, что-то пятнаха, и имеют такие вот пазы. В принципе, обычно я, видели, как всегда их соединяю, я их просто варил на размер, если не нужно срастить, и сверху на термоклей я наклеил просто МДФ, кусочки, полоски, деревяшки, там, все что-то другое было. Вот. Но фишка другая. Вот здесь паз, который, дверь у нас эста, эста, в принципе, дырян продает такие двери, эста, как говорится, от себя, как дилер. вот здесь, на этом объекте, на централизованном, у всех стоят такие эста. Вот. Откос, вот такой сделан, вроде неплохой, но паз, куда вот ставится, здесь такая четвертушка есть, куда заводится, собственно, элемент добора, он составляет, ну, буквально, наверное, я не знаю, если у нас добор, добор, семнадцать, то у меня здесь, ну, двадцать. То есть, мне сюда еще положить какой-то, сверху, пятерочку, роголит, или чего, четверочку, ну, я не войду. Но для комплекта, для комплекта, идут соединяющие рейки, которые ставятся в этот паз. Я никогда не пробовал клеить на эту рейку, сейчас одну уже попробовал склеить, сейчас покажу, как на втором элементе, как я это сделал. Пойдем посмотрим. Так, на чистый картон лицом вниз уложил, значит, доборы, нарезали уже в размер все, приготовил струбцинки, чтобы можно было их затянуть. Вот. И теперь я начинаю клеить. Смотрите. Так, беру рейку из комплекта, которая пришла, вот такие рейки, прям четко, в принципе, размер. Немножко свободненько, но тут это не критично. Так, клею ее, как обычно, на свой любимый термоклей. Прям в паз ставлю пистолетами, делаю так. неплохо ложится сама рейка, я уже предварительно ее посмотрел, без всякого нажима, она так, немножко со свободцей, но ходит хорошо. Вот так вот. Все, прижарю. Все готово. Как видите, работа на колене не запланирована. Ну, моим коленям уже 58, так что может быть они нормальны. Это молодые колени не выдержат таких нагрузок. Так, ну что, и теперь то же самое я делаю на клее. Ставлю пачки. Так. Пока клей горячий, у нас есть возможность. Кстати, вот так мне даже больше понравилось. Совмещаю какую-то сторону, хотя бы торцевать. Так, положили, взяли струбцинки и задавали. Раз. Другую сторону. раз. Ну, серединку можно поджать. Чем мы подожмем серединку, 35-й у меня где-то валяется, а мы сделаем вот так вот. Хитро. Раз. Ой, никуда. Так, ну вот и все. И с этим элементом тоже готово. Вот стоит у меня уже готовый левый, это правый и сейчас точно так сделаю верхушку. Так что сегодня я первый раз попробовал таким способом клеить и мне понравилось. Когда позволяет ситуация, я добор, бывает, для металла приклеиваю прямо на стены, формирую там какой-то стартный профиль и на них клею. здесь вариант другой, там на двери есть четверть, куда прячь срезанной край, что очень даже хорошо. Вот, все режу в 90 градусов, сверлю отверстие, ставлю на саморезы и у меня получается П-образная целая конструкция. Сразу скажу, было пару раз или трое, когда приходилось доборы стоять не в 90, а разводить под углом рассветом, да, вот, но Европа так не делает, все элементы соединения наличников с доборами рассчитаны на соединение в 90 градусов, потому что там везде пазы, там везде клюв, крыло, они соединяются только в 90 градусов. И вот эти вот украинские хатки, а-ля, как я их называю, рассветом сделанные откосы, я никогда не делаю практически. Вот и все. Так что сверлятся отверстия, саморезы, и у тебя получается, как у меня напарник называется, рамка в аэропорту такая безопасности. Так, вот так. Саморезик все схватил, все выставил, и никаких углов, никаких рассветов. Я помню, у меня был такой один раз вариант, старое было какое-то здание, офис, и там как раз пришлось ставить рассветом. я одобор не шиточный был, такой размерчик, наверное, где-нибудь под 90. монстры. Когда я закончил его делать, а за мной стояла дизайнерша, она как стоит, смотришь на это, правильным ровно, у, хорошо, и тут правильным, ой, прекрасно. Она стоит, смотрит, и за мной такая фраза, красота, а я так стою, тоже в голос говорю, гробик, вот сейчас слышу фразу дизайнера, вы только об этом не говорите клиенту. Ну там действительно домовина такая получилась, 90, я не знаю, и все в углах. Короче, это было в году шестом и седьмом, давно, в центре Москвы. Ну вот, собственно, я собрал, я сейчас его уберу, и несу к металлической двери. Вот так спокойненько, один взял, пошел, ничего не цепляем, ничего не портим. Да, зазор, конечно, сделали маленький, я не знаю, как пенить, но в общем, придумаем. Так, фишка в чем, вот здесь между четвертью и металлом, есть иногда такой зазорчик. Чтобы его ликвидировать, я беру прямо с картона вот так вот, упаковочную, нарезая такие полосочки, размер щели, и их туда, как бы, при помощи вот такого инструмента, и просто загоняю. То есть, получается, что я за счет этого вот так вот, все, щели не будет никакой. Вот внизу, тут хорошо признался. Так что, вот такие вот, свернув, сворачиваешь, сколько тебе надо толщины, видишь, вот, щелкнув, загоняешь, и белой до конца. Вот так, все, все отлично. Эту сторону сделали, сейчас сделаем эту. Ну, в общем, так вот, довольно с ней склеил, по новой технологии, очень даже мне понравилось, как-то быстро получилось. надо будет попробовать как-нибудь еще так. Так что, сегодняшний день прошу, обязательно. Так, давно поставил, все зашибись. Зазоры очень маленькие, я вот не люблю, когда такие зазоры, пистолет не зайдет, придется, пенить с трубки, но другого варианта у нас нет. Так, я говорил, что здесь четверть, который скрывает резанный край. Четверть, буквально 2-3 мм. но это помогает у нас. Так, но, чтобы добор прилегал плотно к этому выступающему металлическому выступу, да, вот сюда нужно поставить прокладочкой плотночку. Я делаю вот так, прям с картона нарезал ножом все, таких. Смотришь по площадке, сколько надо, примерно, делаешь такой, остается, небольшой хвостик, побольше, да, по зацеписти, пила вот так, мне ляжет, вот так вот, я беру его, ножи вёл, вижу, где мне нужно нажать, ножи вёл, вставлю, ну, и туда его. Опа, как он у меня пропал, я останавливаю. Так, я считаю, очень достойно, просто внимательно глядывай, где ищут, может, внизу, я бы добавил, на низу, может, добавил, такую тоже сделаю, так, ставишь, ножовочку, ну, все, завтра, завтра я, даже можно, немножко, много сделал, так, просто нужно, один, виток, снять, скажем так, да, вот один сны, что там, видать, совсем узковатый, где-то, да, вот, вот так лучше, у нас дабор, получается, все плотно, так, ну, вот, сегодня, доборчик я сделал, по-новому, при помощи, каких-то там, реечек, да, по-самей, ну, тем не менее, не понравился, вот, такая форма монтажа, может быть, буду теперь ее, так, практиковать, но это, если только, в том случае, если, в доборе, есть паз, если там паза нет, еще делать паз, а потом, еще делать реечку, так это проще, прямо на гладкую, сзади, наклеить какую-то, речку, деревяшки, или МДР, вот, здесь место со всеми, вот здесь у меня, хоть тут, вот здесь у меня хоть и палец лезет, у самого, у самой коробки, там, 3 мм, здесь вообще, прям он идет, от нуля он наверху, и до, ну, 3-4 мм, это вообще, так что, с пеной буду, с этого, как его, с трубки, кстати, трубка, покажу, какая трубка, трубки, я сейчас стал, поменять, очень интересные, кстати, надо будет, они все, об этой трубке, всем привет, всем привет, сегодня попались, необыкновенные ручки, это необыкновенные ручки, в таком вот ассортименте, уже на разопоследние, две недели, попадаются в третий раз, чем они необыкновенные, да, если ручка дверная, мы все с вами привыкли, берется, вскрывается отверстие, под ручку, под систему фиксации, в DC там, или, под яевские, да, вскрывается просто пером, тут же ставится квадрат, тут же ставятся ручки, саморезы, навернули, раз, вариант готов, да, или, как еще бывает, адаптеры сначала фиксируются саморезами, а потом сверху же ручка с самой накладочкой, щелк, фиксатор завернул, ты готов, вот прям, все не пришел, третий случай за последние две недели, фишка в чем, что если вот перед этим у меня было два случая там, адаптер, адаптер, где прячется пружина с фиксатором, куда собственно идет квадрат стыкается, тело вот этого адаптера по каким-то дизайнерским фишкам, оно было утоплено в двери, и приходилось двери вскрывать, оп, такой замечательный друг, так, ну ладно, вот сегодня у меня попались еще одни, и они вообще-то чем-то похожи на ручки, ну я потом вам скажу, на что они похожи, итак, вот эти ручки, я не знаю, я учил немецкий язык, тупай, 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 пусть будет тупай, ладно, что тут еще можно сказать, не вижу, тупай, так, там, 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 то есть, не пойму, про это и не слово, я не вижу, да, ну, коробка тяжелая, а значит, нет, что-то тяжелое, открываем, оп, сразу есть шаблончик, шаблончик, с отверстиями, которыми придется вскрывать, так, на ключ, на цилиндр, на лисишку, а это ключ буратино, наверное, даже пока, вот, можно делать так, можно так, и центровые расстояния есть, есть 90, 78, 72, 68, 72, 85, каких хочешь, короче, ну, такой зачетный, этот листик, да, вот, такой, не совсем тряпочка, конечно, у отдельных компаний, но, как одноразовый элемент, вот, пояснили квадраты разметить, я считаю, вполне достойно, мне нравится, причем, такие вот разметочные таблицы, такие шаблоны, очень хороши, когда ваши ручки, имеют форму, правильных прямоугольников, квадраты, прямоугольники, всякую прочую хрень, и здесь, мы видим, именно такое, кстати, вот о чем, я сейчас вам и говорю, вот эти замечательные адаптеры, куда входит квадрат, наш замечательный, куда, собственно говоря, ух ты, ух, параллажки, такие ручки, ух, тяжелые, уууу, правда, есть такие пустоты, но, весьма тяжелые, так, вот ставится ручка, так, и, вот смотрите, на что я показываю, выступающие элементы из адаптера, теперь посмотрим на них, мало того, что под них, согласно этому шаблону, придется отверстие, мало того, что их придется утапливать, ладно, это я, к этому я уже готов, так, вот как их вытащить отсюда, при помощи какой матери, интересно, опять пружин, ага, там пружиночка, вот здесь вот, по адаптеру идет пружинка, которая, собственно говоря, при небольшом усилии, фиксирует вот саму вот эту рамочку, декоративную, так, о, о, вот что я и вижу, вот что я хотел увидеть, вон, да, 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 а, кстати, я сразу покажу, в пакетиках, в которых мы привыкли, лежат обычно с топорами, мы видим, да, лежат с топорами, лежат, лежит ключик, лежат шайбочки, чтобы между ручкой, адаптером поставить, чтобы для тихо работать, но, мы видим сразу, каких-то два винта четвертых, так, два четвертых винтика длинных, вот таких вот, вот таких длинных, и мы не видим ни одного самореза, то есть, я просто смотрю и понимаю, куда ставится винтик, сюда ставится винтик, сюда он должен попасть и затянуться, никто ничего не вспоминает такого, что бы это могло, такое напоминать, я уже эти ручки давно не ставил, но, вот она, та же самая схема, саморезов никаких нет, сейчас пойду посмотрю, на мою дверь, интересно, хватит ширины, придется, не дай бог, обрезать, не люблю это меня, у нас, так, где наша дверка, так, я примерил на полотне, ну, в общем, получается, что, винты обрезать не придется, потому что есть вот, частенько, такие стяжки ставятся, на которых сделаны проточки, и можно в любом месте обломать, такие хорошие проточки, очень удобные, по-своему, такие были, ну, здесь у меня все остается хорошо, все прекрасно, то есть, здесь стоят два винта, по принципу, как у доблестных ручек-кнобы, ручки-кнобы, ребята, кто их не ставил в жизни, да, наверное, вы еще не забыли, что это такое, я вот что-то уже давненько не ставил, вот, но, принцип тот же самый, то есть, саморезы даже не предусмотрены, причем, это в самой ручке, и где-то я видел фиксатор, вот, 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 вот он, сейчас я его вам покажу, смотрите, значит, у фиксатора тоже такие же декоративные планочки, накладочки, такие же а-ля адаптеры, с такими же отверстиями, где заходит винт в одну историю, проходит насквозь, и заворачивается, то есть, принцип кнопок, так что, вот такие вот у меня сегодня замечательные ручки, вот, от такого производителя, я не знаю, сколько они стоят, но, сделаны достаточно уважаемые, конечно, все эти новинки, все эти вот так геометрические формы, такие, ну, впечатляет, да, посмотрим, как на двери будет стоять, а так, в принципе, ну, здесь логотип, все, с аппаратом, такие душевные, острые такие, прям, то, что, то, что доктор профессор, вот, ну, вот такие ручки, сегодня я буду ставить, как они будут смотреться на двери, это будут хорошо, потому что двери, и сама квартира такая, в хай-теке, все в прямоугольниках, все такое рубленое, очень много черного цвета, ну, до хрена и белого, но, наверное, черного процента, 30, мне кажется, хотя, я не люблю черного цвета, я прочитаю, посветлее, нейтрально, ладно, ставим ручки, так, вот, смотрите, только я начал ставить, и что мне очень понравилось, я чувствовал, что это интересная тема, значит, поставил я квадрат в замок, замочек стоит, аджи-бишечка, вот, поставил я, значит, сам на квадрат, надел, нашу, наш шаблон, и вот, смотрите, по верху, и по низу, есть, оцифровка, линейка, выровняв, которую, я могу точно сказать, что у меня все стоит вертикально, и точно от края, я считаю, что это очень, вот сейчас резкость наведу, о, видите, наверху шкала такая, и внизу, так что, очень вот это мне нравится, вот это, молодцы, так, ребят, ну вот, получилась такая вот ручка, просто у меня еще дверь еще не установлена в короб, просто у меня сейчас свободное время, но она в тихие работы, вот, смотрите, ну что, для такой двери с геометрическим рисунком, я считаю, это очень достойно, весьма достойно, дверь 2,40, но как ее поставим, я покажу уже во всей красе, а пока так, пока так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok